МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Управдома». Я ее ведущий Владимир Казанин. По традиции приветствую вас в нашей студии. Как всегда, мы обсуждаем насущные проблемы и пытаемся их решить. Сегодня у нас в студии Юртаев Сергей Александрович. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы пообсуждаем с вами несколько вопросов. Давайте посмотрим первый материал. Это подготовка к зиме. И будем, скажем так, предметно говорить о том, что мешает. Не то, что мешает, а что является камнем предназначения при установке так называемых сопла. Давайте посмотрим материал. ЖКО 6-й микрорайон. Подготовка к зимнему отопительному сезону дома, обслуживаемого специалистами управляющей компанией ЖКО 6-й микрорайон. Здесь работа идет согласно плану. Мы сначала опрессовываем систему отопления. Отопление, горячую воду. Смотрим, где какие недостатки. Если у нас, например, система где-то немножко не держит, меняем, ставим затворы, опрессовываем систему, моем всю систему холодной водой и сдаем теплосети. Ну, сейчас ставим расчетные сопла. Каждый год нам приносят с теплосети размеры. Мы рассвериваем до определенных размеров. Показываем теплосети. Мы их устанавливаем, они смотрят и опломбируют нам узлы. Если дом работает у нас зимою в норме, все показатели в норме, значит сопло стоит... То, которое надо. То, которое надо, да. И, в принципе, его только остается почистить и все. А размеры считает теплосеть. Они нам размеры дают, по идее. Мы ничего не можем сделать с этим. Они приносят нам сопла. И получается, что каждый год нам, получается, их в зимний период приходится добавлять. Сергей Александрович, ну, здесь как? Ну, вот ваш специалист говорит, опять же, сопло устанавливается, расчет на это. Вообще, в целом, как идет подготовка к зиме? Сколько домов уже прошло? Какие плановые показатели? Сколько фактически? Ну, и опять же, вот все-таки про эти сопла. Ну, вот на данный период, на середину, можно сказать, июля, у нас уже больше 50% домов подготовлено, предъявлено инспекторам Омской РТС. То есть дома подготовлены к приему тепла, тепла готовы. Проблема остается у нас из года в год одна и та же. Расчетные сопла. Нам в этом году выдали расчетные диаметры сопел, порядка, почти в два раза меньше, чем прошлогодние. Прошлый год у нас отопительный сезон прошел. Еще раз, кто выдал? Омская РТС. Тепловая компания? Ну, теплосеть. Это те, кто подписывает вам документы? Которые выдают наряд на включение жилья, что дом может подключаться к отопительному периоду. То есть, следовательно, они вам не выдадут, если вы не поставите те сопла, которые вам предписывают. Они меньше расчетных? Да, почти в два раза. Я говорю, почти в два раза меньше расчетных. Ой, меньше тех, которые простояли прошлый год. Которые рабочие были, сопла. А, ну неправильно сказал. Не расчетных, а фактических. Да, фактических. Правильно. А сейчас вот выдали расчетные сопла. Ну, правда, они еще не утвержденные, сопла Дмитриевым, директором Омской РТС. Поэтому мы вот каждую среду на штабе подготовки к отопительному сезону поднимаем вопросы с другими управляющими компаниями. Потому что это по всему городу такая проблема. Вот. Ну, а так, подготовка в штатном режиме. Меняются задвижки, которые вышли из строя. Вентиля, промывается система отопления сама. Ну, в общем, в штатном режиме ведется подготовка к отопительному сезону. Стандартно. Да. И здесь, ну, как вам сказать. Еще раз можно про эти сопла сказать, что если бы вам можно было, вы бы ставили фактически. Да не ставили. Дом отработал. Ну, то есть оставалось. Да, оставались бы прошлогодние. Дом отработал зиму без перегрева. Жалоб на отопление не поступало. То есть это дополнительные затраты. Это и дополнительные затраты. Это опять в начале, когда будет запуск отопления. То есть пойдут жалобы по отоплению. Особенно концевые стояки не будут получать нужное качество отопления. Будут жалобы и в мэрию, и в город. И президенту даже жалуются. Так что это будет проблема, если мы такие сопла поставим. А почему нельзя где-то решить, чтобы, ну, скажем так, закончилась эта эпопея с соплами? Ну, у нас из года в год теплосеть выдает вот эти расчетные сопла. По перепаду, ну, как получается, перепад на подаче, на обратке, перепад должен быть порядка не меньше 15 метров. А по факту получается ниже. Ну, каждый год собираются дополнительные насосы. Ставить повысительную станцию насосную. Что якобы давление будет соответствовать норме. Ну, как правило, этого не происходит. Кто где ставит насос? На котельной дополнительной. У них? Да. На тепловой компании? Да. Не управляющей компании? Нет, это централизовано. Чтобы было давление больше, чтобы эти сопла, в общем, ну, можно было оставить эти самые расчетные маленькие сопла. Проще говоря, ну, чтобы кто не понимает, дилетанты, и вот я сам для себя объясняю. Подается тепло, диаметр трубы вот такой, чтобы отапливать весь дом. Это расчетный. Когда начинается отопительный сезон, мерзнут, как правило, угловые квартиры. Да, добавляется диаметр, увеличивается. Добавляется диаметр, увеличивается, становится он больше. Больше проходимость. Вы его увеличивать вынуждены, правильно? И тогда работает нормально. Обещает уже третий или второй год поставить насосы, чтобы давление еще больше было, чтобы для узких этих сопел проходила вся вода и отапливалась. Но пока это только на словах. И опять же будет мартышкин труд выполняться. Ну, это, я говорю, дополнительно также инспектора той же Омской ТЭС будут приходить. То есть в конце сентября, в октябре, когда будет производиться запуск жилья, это также в присутствии инспектора вскрывается сопло, добавляется, увеличивается диаметр. И так по несколько раз бывает. До бесконечности? Ну, пока не наладится. Придем к тем же соплам, которые стояли. Здесь вам предстоит такая работа, скажем, еще по мусору. Это уже переходя от отопительной системы, по второй теме. Ну, перед тем, как закончить первую тему, я бы хотел обратиться к тепловой компании. Все-таки здесь эту лукавость надо заканчивать, я имею в виду. Теперь на вас переложили по УДНу. Да, по тени, да. То есть жильцам выставляем УДНы теперь в своих питанциях. То есть очень большие долги? Народ, как правило, не платит. А ресурсоснабжающие организации мы должны заплатить. Вот, поэтому управляющие компании, ну, загнаны, можно сказать, в определенный угол. И здесь еще этими соплами загоняют. Ну, тут я вот сказал бы, что нужен кто-то, кто бы вот это все регулировал между управляющими компаниями и ресурсниками. И кто бы, ну, не дал массового, произойти массовому разорению управляющих компаний, потому что это приведет к печальным проследствиям для обслуживания домов. Ну, как всегда, немножко у нас запаздывают и властные органы. Где-то они со стороны наблюдают за этим процессом. Хотелось бы, чтобы, ну, активнее, активнее включались. Быстрее, да. Да, активнее, быстрее, потому что, ну, проблема может возникнуть очень серьезная. Ну, а теперь вторая тематика. Давайте посмотрим материал и продолжим обсуждение. Мусорные контейнеры на домах, обслуживаемых управляющей компанией ЖКО 6-й микрорайон. Здесь весь мусор собирается отдельно. Житель домов уже привыкли сортировать отходы жизнедеятельности. Одна проблема. В Омске нет завода по переработке бытовых отходов. Многие амичи считают, что это недопустимо. Однако не все мнения разделились. Я не понимаю, то есть, для чего это нужно. Потому что все равно многие люди, которые, допустим, делают на это деньги, то есть, собирают мусор, там, стекло, алюминий, они просто оттуда забирают часть, которые, то есть, могут дотянуться рукой, и отдают стеклотару на обмен. То есть, со стороны, что вы, помогаете им или помогаете играющей среде? Как бы, вот такой вопрос риторический становится мне. Не, ну, вот самое главное, вот, на ваш взгляд, нужно ли это раздельный мусор? Да, если мы хотим пропустить себя, как Европа, да, да. То есть, яркий пример, это, допустим, Мега или Икея, у них тоже все раздельно. Конечно, многие плюют на это, но все же, почему мы не приобщаем себя, ну, уйдете более культурным человеком, а не свиньей? Это очень необходимо, потому что сейчас у нас современный мир, мы все знаем, что люди часто за собой не убирают, либо это все смешивают, и потом тяжело от этого избавиться. Насколько мы знаем, что бумага тысяча, там, и сколько там лет разлагается, бутылки вообще, можно сказать, не разлагаются, и это все влияет на качество, на наше здоровье. Поэтому я считаю, что это нужно делать. Пластик возят в Новосибирск. У нас нет завода по переработке пластика. Почему? В Омске. В Омске? Да. Ну, а он нам нужен? Как бы, зачем строить завод или переработки в городе, даже или в области? Не, ну, за городом. За городом? Ну, уверены, что у нас столько станций, у нас есть ТЭЦ, у нас есть по переработке Каучука. А нужно нам что-то еще, чтобы закрыть нашу окружающую суду, который и так себе. То есть я смотрю на небо, смотрю, допустим, на какие-то, допустим, на 8-м порталы, и читаю, что мой город находится также в каком-то таком низком рейтинге по окружающей частоте, и мы сейчас добавляем и высыпляем наш окружающий мир. Зачем это нужно? Надо, значит, задуматься властям, мэру, губернатору, помочь предпринимателям, чтобы такой завод появился, конечно. То есть и люди, и управляющие компании готовы к этому? Я думаю, что управляющие готовы, люди тоже. У нас, я в другом дворе живу, нас также складывают, люди несут. Здесь заводов куча, а почему бы не сделать еще один по уничтожению или переработке этого пластика? Я думаю, это вполне реально. То есть, на ваш взгляд, нужен бы был такой завод по сортировке нам, например? Да, я думаю, конечно, не помешает. Метро нам тоже не помешает, но его нет. Сергей Александрович, ну я помню, как Николай Андреевич, у нас был Мироненко, руководитель, генеральный директор управляющей, группа управляющей компании «Шестой микрорайон». Как он рассказывал об этом, ну, все-таки не все это видели эту программу, можно напомнить. С чего началось? Почему вы решили поставить вот эти контейнеры отдельно для мусора, для пластика? Ну, такой западный, можно сказать, образ работы. Ну, как получилось? Все-таки стремимся, действительно, берем опыт западного, западный опыт берем. Все-таки там культура больше у населения. Мы решили попробовать тоже, как получится в Омске у нас. Поставили сначала железные сетки под пластиковые бутылки, чисто под пластиковые бутылки. Первое время народ, конечно, не особенно активно разделял мусор. Потом все больше и больше. Раньше одна сетка накапливалась порядка месяца. А сейчас не проходит и недели, сетка забита уже под завязку. Сами видели, что приезжает машина, забирает. То есть, раз в неделю машина приезжает в тот сырьем. Также мы решили попробовать и под сбор макулатуры еще поставить. Отдельно? Отдельно. Тоже получилось. Народ потихоньку, потихоньку привыкает. И все-таки, наверное, культура внедряется в массы, так сказать. Но вот еще раз хотел спросить. Там прозвучала информация, люди знают. Я спрашивал специально. Вы мне сказали, я спрашивал у людей. В Новосибирск вы отправляете? Ну, они отправляют, да, не мы. А это на тарифе сказывается? Это дороже? Нет, это нисколько не сказывается. Это федеральная программа. То есть, вот это подрядная организация. Видимо, из бюджетной деньги выделяются на это. Но я вот считаю, почему в Новосибирске? Неужели нельзя у нас построить завод? Вот я про это и спрашиваю. Построить завод. Он, как правило, экологически чистый. Это западные стандарты, европейские заводы по переработке. Ну, там, конечно... Ну, вы сами видели, сколько митингов проходило, когда предлагалась постройка данного завода такого. Но народ почему-то не понимает. За город мусор мы вывозим. Свалки огромные, временного хранения, так называемого временного хранения. А построить завод, то есть, устраивает дышать этим всем. А мусорный завод не дают, народ как-то не разрешает. А когда это у нас было? Ну, это часть. Года полтора назад, да. Ну, это часть. Была инициатива, проводили собрания. Большинство, масса населения, так сказать, не одобряет постройку завода. Мусорперерабатывающего. Ну, я считаю, что выход из положения был бы хороший. То есть, это можно было бы внедрить в целом по городу? Конечно. Я знаю, вот Уют-Центр вас взял на вооружение, тоже поставил эти для пластиковых бутылок. Ну, народ видит, и Центр жил в Сирице, и Левобережье сейчас уже стоит. Уже довольно много по городу таких сеток. То есть, вы где-то были перионерами, теперь... А у вас две сетки стоят, я посмотрел. Вот одна под макулатуру, а вторая под пластиковые бутылки. И там еще одна вот стоит. А внизу это уже под стекло. Под стекло. Чисто под стекло. То есть, вы пошли еще дальше. Да. У вас уже три раздела. Вот, честно говоря, я там был поражен у вас на этой мусорке тем, что вот рядом с вашими контейнерами современными для отдельных мусорных отходов, для вот этого пластикового, для всего, и ваши контейнеры, в том числе для общего мусора, ну, стоят, можно сказать, я не знаю, какие-то призраки прошлого. Это крупные сетевые магазины. Да, и мы... А как вот с ними никто не работает, никто их не наказывает? Вокруг них валяется мусор, вот какой-то бачок там весь грязный. И как вот... Ну, это еще нам повезло, что перед этим вывезли мусор. А так у них раз в неделю контейнера освобождаются вот такие. Но это же сетевики, это крупные ребята, у которых большие деньги. У нас полномочий никаких нет. Ни штрафа на них не наложить, ничего. То есть, разобраться с ними не получится? Мы не можем, да. Для этого есть в администрации техинспекция. Техинспекция, ну, раз в месяц объезд сделает, увидит нарушение, выпишет 5000 штрафов. Для сетевой компании, для такой... Копейки. Копейки. Регулятора нет у нас. Это печальные последствия. Но они как, ну, как, не знаю, как пришельцы. Только выкачать деньги, получается. Мы стараемся поддерживать. Чистоту нам вводим вокруг этих санитарных площадок, а рядом такое творится. Хотелось бы, чтобы, ну, как вам сказать, поучаствовала власть в этом вопросе. Все-таки, ну, у этих ребят денег-то гораздо больше, чем у вас. Ну, конечно, гораздо. А чисто с эстетической точки зрения, ну, это убогость какая-то. Земля и небо, да? Да. И, а уж я не говорю о том, чтобы... А вот у них-то как раз и можно было бы сделать отдельные контейнеры по пластику, по стеклу и по всему остальному. Даже пищевые отходы. Даже пищевые отходы. Почему нет? Икея же, он внедряет такие контейнеры. Вот я про это и хотел сказать. Как будто я рекламирую эту Икею. Вот вы сказали, да, все правильно. Я вот могу только добавить о себе. Постоянно говорю. Асфальт, если в Икею смотришь наши крупные сетевые магазины. Не буду называть их, но вот этот выезд на Ростовку от Чкаловского, вот это узкое горлышко, где там все на даче едут и все. Сетевые крупные магазины не могут сделать эту дорогу. А Икея сделала сколько там километров? Там километров пять, наверное. Да, и она до сих пор, эта дорога великолепно выглядит. Ну, в общем... Ну, европейский принцип, подход. Да, и ехать туда приятно, понимаете. А здесь хочется за счет кого-то сделали, чтобы. И получается вот так. У них раздельный мусор. У них везде вот отдельные контейнеры у этой Икеи. Везде можно собирать, ну, как бы туда, туда и туда. Пищевые, не пищевые. Целлофан, пластик. Все аккуратненько сделано. У нас же, я еще раз говорю, вот этот сетевой. Так они бы еще не поставили никаких контейнеров, вот и их заставили. Да. А так они бы вот и вас складывали, и вы бы возили за счет жильцов. Понимаете? Ну, это какая-то... Ну, назвать это жлобством я... Это грубо, нельзя так. Ну, это стремление минимизировать свои расходы, пожить за счет кого-то. И, ну, в общем-то, в какой-то степени пользуются тем, что настоящей-то конкуренции нет. Если была настоящая, был бы имиджевый проект такой. И люди бы знали, что вот у этого гипермаркета, вот он не живет за счет других людей, не делает вот такие убогие контейнеры. А он имеет свою базу, он сам выкидывает мусор, и он имеет свое лицо. Ну, вот, пока у нас все это печально, но, скажем так, вы готовы дальше идти по этому пути? Да, конечно. То есть управляющие компании все больше и больше готовы быть цивилизованными? Да, стараемся, конечно, и стараемся внедрить, и народ начинает потихоньку привыкать. И дети уже, смотри, уже и дети выносят мусор раздельно, пластик кидают отдельно. Все-таки будем надеяться на лучшее. Надежда умирает последнее. Ну, скажем так, время нашей программы, к сожалению, ограничено. Мы сегодня так обстоятельно поговорили. Пока у нас нет предприятия завода по переработке здесь, на территории Омска. Но я надеюсь, когда они появятся, и экологически чистые. В Риге, например, под Ригой есть, рядом с Юрмалой тут же есть, под Гамбургом, вот где было мероприятие, Г-20, да везде, это надо просто уйти от психологии мусороперерабатывающего завода. Такое, знаете, у нас немножко советское восприятие, что там все горит, что там все чего-то плавится. Запахи. Запахи, да. Тут стандартный механизм, там все очищается, и там все брикеты, там все пришуются, где, в общем-то, нет никаких сжиганий, нет переплавлений, и никаких запахов они не должны добавить у нас в городе. Завод бы прошел все равно экологическую экспертизу, бы проект, бы эксертификат получил. Ну, Новосибирцы же не дураки, там вот, например, с экологией-то получше, скажем так, во многих районах. Я вот был в Заяцовском районе, ну, не сравнить с нашими, но у нас до сих пор в нефтяниках как пахло, так и пахнет. И кто этот полтергейст, какие инопланетяне нападают, на какой полигон там, и кого-то там установку эту. Все судятся, судятся, а мы как нюхали, так и нюхаем. Ладно, мы не будем собирать негатив, какие-то такие, знаете, негативные вещи, есть и позитивные. Управляющие компании, и люди, самое главное, и по опросам, особенно мне понравились люди пожилого возраста, старшее поколение, готовы работать в этом направлении. И одобряют, и понимают, да, и молодые, тем более молодые тоже поддерживают. Ну, не все молодые там, скажем, имеют многие лирические всякие нотки в голове, там много, но, тем не менее, хотят тоже, чтобы было, как чистенько, как в цивилизованных странах. Поэтому, ну, вы идете по этому пути, я думаю, когда-нибудь и власть у нас примет такое решение, и людей убедит о том, что нам надо идти по этому пути, а не возить в Новосибирск. Это рано или поздно, это вылится в копеечку, потому что на первоначальном этапе, конечно, правительство Российской Федерации поддерживает такие проекты, как правило, ну, а потом, в общем-то, ну, внедряются механизмы самоокупаемости. Нельзя же все на халяву. Вот, и тут всплывают такие вот вещи, как оплата и рост тарифа и все остальное. Вот, хотелось бы, чтобы рост тарифа не было, чтобы у нас был свой собственный завод. Мини, кстати, он мини-заводники, по-моему. Да, они небольшие, конечно. Они небольшие, да. К сожалению, время нашей программы, еще раз скажу, ограничено. Я хочу поблагодарить Сергея Александровича Юртаева, главного инженера компании. Спасибо вам. Да, 6-й микрорайон. Спасибо вам, что вы пришли, все откровенно рассказали, поделились проблемами. Еще раз говорю, мы ни на кого не нападаем. И тепловые сети, это одна из, ну, скажем так, градообразующих компаний, вот, которые мы обязательно тоже рассказываем о них и поддерживаем. И, в общем-то, наглядно демонстрируем их работу. Но, тем не менее, есть вопросы. Есть вопросы, особенно по этим соплам. Но уж с мусороперерабатывающим заводом это мы отдельно тематику будем поднимать постоянно в нашей программе. К сожалению, еще раз, время программы наше ограничено. На этом Управдом закончен. Всего доброго и до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова